Он начал рисовать на бумаге, потом перешел на человеческую кожу, делал татуировки, но уже более 15 лет занимается аэрографией. Как правило, Гоша рисует в помещениях на заказ или расписывает машины. И, как говорит художник, не стоит путать настоящее искусство с нелегальными уличными граффити. Гоша чаще это нечто непонятное. Рисуют для себя, для какой-то своей культуры, для людей, для основного зрителя, это горожане. Там нет никакой мысли, никому ничего не ясно. И, как правило, это сделано все очень погано. Главный источник вдохновения для Гоши – сама работа. Он часто рисует вместе с другими художниками и в такие моменты, признается, получает не только удовольствие, но и совершенно новый опыт. Его арт-объекты можно было увидеть в Москве, Екатеринбурге, Сочи и других городах России. А теперь мурал – огромный портрет на уличной стене – появится и в Барнауле. В общем, меня попросили эту стену сделать. Человек погиб на работе. Плюс он там спортсмен. Он здесь же работал, в этом доме. Я считаю это правильно. Чтобы люди видели и знали. Этот человек – Рафи Исраэлян. Мастер спорта по греко-римской борьбе и капитан полиции. Он погиб 6 лет назад. Тогда нетрезвый водитель проигнорировал требования экипажа ДПС об остановке, завязалась погоня и в результате столкновения машина Исраэляна вылетела в кювет. Там он врезался в рекламный щит. Полицейский скончался в больнице. Тот же ГАИ – это не просто разное мнение. Бывает и так. А он пожертвовал собой, защищая безопасность движения. Работа над портретом идет уже 4 дня. Израсходовано более 100 литров краски. Здесь разные способы нанесения. Аэрограф, краскопульт и баллончики. Чтобы закончить рисунок на здании полиции на 10-й Западной, художнику понадобится еще несколько дней. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Артем Гусельников, День с толком.